Здорово, ребят, сегодня будем играть на Джиггернауте по билду Матумба Мэна, который Мэн использовал для победы на днём исполнении турниров. Он там вообще супер скруто на нём уничтожал. Вроде как турнир он проиграл, но при этом посмотрите его игры, когда номера матчей я оставлю в описании. Они, правда, были сыграны 7-24, но это не меняет того факта, что герой всё так же хорош. Да, там немножко изменили Кристалис, немножко сделали слабее его, но при этом он всё так же хорош за счёт того, что его самого бафнули. Джиггернаут подняли бейс-демэдж героя, и, насколько я помню, Джиггернауту добавили новый агонильный ульт. Поэтому мы сейчас играем, я покажу вам эту сборочку, она очень круто работает, думаю, вам зайдёт, а если не зайдёт, то пишите почему. Купить аккаунт Dota 2? Конечно же AnyLevel. Здесь самый большой выбор аккаунтов, которые тщательно проверены и имеют гарантию. Выбор от 1 до 7000 ммр и моментальное получение аккаунта на e-mail. Мой смурф я покупал на AnyLevel. А если вдруг ты не хочешь аккаунт, то ещё на AnyLevel появились новые услуги по прокачке побед и порядочности в Dota 2. Переходи на сайт, оформляй заказ, и команда лучших бустеров выполнит работу в кратчайшие сроки. Надёжно 2014 года. Ссылочка и мой промокод в описании. Стартовый закуп у вас может всегда варьироваться. Если вы идёте на линию, где вам плюс-минус нужно разменивать цепь хп, то вы всегда берёте такой закуп. Всегда. Это самый дефолтный закуп, который не меняется из года в года. Просто он всегда есть. Если вы идёте на линию против героев, которых вы точно будете фрифармить, то вместо флазочки вы можете купить себе файрифайр. С первых денег такой джиггернаут старается себе купить грыжные стики плюс сапог. Два слота, которые прямо супер-сего важны. Почему именно такие слоты? Благодаря сапогу вы можете наносить дэмэдж крутилки, так как крутилка это один из самых основных дэмэдж способов на линии, так как это очень много дэмэджа носят и сам по себе скил весьма приятный. Будет прыгать, нет? Я думаю, что прыгать будет, поэтому скушусь немного, похорошу их. Сам видите, насколько приятный дэмэдж он нанёс по двоим героям. А, так он умрёт. Мисс. Парни, всем привет! Сегодня у нас будет конкурс невезения, но ничего. Главное, что всё хорошо по жизни, правильно? Да, вы видите ли, нет, пробка пошла с губой, когда я улыбнулся. Неприятным. С герпесом записывать неприятно, потому что эмоции. Где-то улыбнулся, бэм. Но ничего. Я надеюсь, вы этого не видите. В этом случае, приятного аппетита. В общем, самое крутое на джагере, что у меня офигенная тычка. На него одна из лучших анимаций доты. Вообще, ну, типа, она идеальная и очень легко добивать. Ну, не считая таких крипов, которые под башней, и там нужно просто быть суперсильным кэрри, чтобы добивать. Я такой, знаете, любитель кэрри. Добил дальника. На бабки, молодец. Сейчас добьет дальника. Ой, что ты делаешь? Он переагрил крипов с дальника. Из-за этого пропустил дальника. Он не добил дальника. Какие косяки сплошные. Покупаем первых денег сапог. Там крипов переагрили. И после сапога у нас будет сборка через мум кристаллис. Мум кристаллис – это высота, которая позволяет нашему герою охеренно использовать себя в игре. Добитого крипов. На втором левеле, если вас харассит, вы качайте вард. Если вы хотите потратить регент, то тратите регент. И качайте крипов. Крипов тоже отличная тема для харассива крипов. Блё, какие. Нее, 102 по спине. Раньше я говорил, что жагер один из самых моих нелюбимых героев. Но каждый патч его потом где-то подбафнули, где-то сделали поинтересней. Плюс сделали, конечно, сборку, которая охеренно работает в моих руках. И если сборка работает в моих руках, то я по очевидным причинам стараюсь сделать акцент на этом герое, на запись видоса. Так, ну если крип, если реально рабочий герой, почему бы его не записать? Хватит сапог. Флазочка сейчас мне захилит уже. Плохо нажал первый скилл. Чтобы сбить мне там окончание флазки, но это вообще никакого не стоило. Нет, минус крип. У меня 8 динаев, 9 динаев. Сейчас будет 10 еще. Можешь сказать, что это тоже 10. Мне как мне нравится заниматься этого героя. Такая удобная. Мне нравится скончание и не успеет. Она типа постоянно агрит крипов, и за это я очень много крипов пропускаю. Сапога нет, поэтому слишком обычно не получится. Обычно давить нужно, когда есть сапог. То есть надо размыть, чтобы базарить. Отлично, я съемку высох. Сапог есть, я могу за ним подавить. Та, нет, того не стоит. О, так вот. Так что, хилингвард, чисто похилиться. Дешевый способ похилиться, это круто. Но линия, на самом деле, очень депрессивная. Из плюсов, я точно знаю, что джаггер в этом плане очень хорош. Он из таких линиевых карабкаешь, из которых почти любой другой герой дот уже давно проиграл бы. Ему реген особо не нужен, так как есть силингвард. У него есть способности, которые позволяют сложные линии выигрывать. У него есть возможность влойте уничтожать, если грамота сыграть. Надо экспо получить там. Крипл умирает. Так, я обычно с одним разбудом играю, но Матумба Мэйс сейчас играет без варисбендов. Поэтому, опять, смотрите по себе. Лично я считаю, что варисбенд, ну, суперкрутой. Его стоит покупать. Либо перчаточку. Как-то хак делает. Главное все время иметь либо топорик, либо танго против Френа. The most important thing. Nice. Минус крип. Можно кипить манго и фласку. Потому что видно, что я проседаю. Отвод ничего сделает. Но он делает единорный, отвод плохой. Это очень плохо. В том случае, я стакну от спот на будущее. Надо будет зафармить его. Кул. Мне нравится жаггер, что он такой, знаете, универсальный. Он любую линию простоит. Придет такая-то, например, там, не знаю, кенталу и гримстрок добла. А ты нормально стоишь. Придет добла какой-то Сардар и бабка. Ты, блядь, скрип. И ты нормально стоишь. То есть в этом плане джаггер один из маклювимых героев. Nice, скрип. Спасибо. Чего ли здесь манго? Наверное, нет. Они там фармят стак, что ли? Вообще, я могу фуру убить сейчас. ХП немножко остановить. Уже сапога нет. Сигнали на фуру, что в следующий раз он на фуру нападал. У меня нет сапога, поэтому я должен умирать. У меня есть сапог, видите, и за счет сапога мы носим приятный демокс. Nice. Я не успел, я не успел, блин, я не успел. Я не успел поставить в арту, нажать в ласку. Я бы нажал две кнопки и выжил бы. У тебя убьет, да? Да, это хороший скилл. Меня, конечно, не устроило, что я умер, но в целом все окей. Я выйду в ПТ-шку быстро. Почему не Фейзен? Don't push lane. Почему пушит линию, когда я мертвый? Да, ты играешь на саппорте, конечно, очень сильно мне линию портят. Я на самом деле из-за этого не люблю записывать коров. Очень часто бывает такое, что тебе очень сильно нужно, чтобы твой саппорт сыграл хорошо. Если он сыграет плохо, то тебе будет плохо. Но чуть-чуть он мог пораньше подрубить сил, чтобы я выжил. Он мог какую-то пичку вон сделать, он мог там что-то купить. По-любому что-то могло произойти. Я мог в ласку нажать, и я бы не умер. Но не в этом суть. Я покажу суть билда. Что такое билда на Джаггера через ПТ-шку Мом Кристалис? В том, чтобы, во-первых, быстро фармить, так как он там споты в секунду убивает. Во-вторых, чтобы убивать за ульту. Там прикол в том, что нажимаешь ульт и Мом сразу же, и чел умирает за крит и Мом. То есть, это просто жесть. Я бы просто играл против ласилера, который был на Творста 5000 больше, чем у меня. И мы встретились вот-вот тут, в прошлом параде 724 патча. Я убил его просто с ульты. Я такой типа, чё? Понятно, что там очень много зависит от расположения крипов. Вам может не повезти с тем, как ульт прыгнет. Но так ли это важно, если герой сам по себе очень хорош? Так, и знаешь, чтобы тычку на и чё дал. А, хватило тогда. На каком-то в таверне паузу стоять не буду. Он просто стоит, и с поворот не помогает мне крипов давать. Это очень большой косяк с его стороны. Он должен был сейчас дать пичку, там дать одну тычку. Я бы мог сам это делать, учитывая большую скорость стаки, но где-то да он. Я слабый сапик. Я слабый муку. Вот он стоит просто, челит. Пока меня ебут. Фармил самых вкусных хрипов, поэтому все и геет. Птшка едет, дальше мам делаю. С мамом, кстати, прикольно, что еще можно лес фармить, не теряя хп. Так как аджора будет хватать. Ой, why you stay, bro? Ну, хотя бы бей их. Хотя бы покажешь, что они похуй, они точно не избивают. Ну, все, у меня полный фрифарм. Я вообще много хрипов добиваю на этой линии. Хотя не пытается меня как-то прогонять. Блин, варка слишком сильная штука. Знаешь, что я получаю? Потом я встаю тачку, когда пульта, чтобы получить шестой. Пану пачку толкаю. Он чуть грубил, господи. Что они круто делают? Вот видите насчет прыжков, ребят? Рядом бежит сурен, и я 0 прыжков по нему делаю. А все прыжки по бабке. То есть это, к слову, о том, насколько они удачные, да, можно решать. Ну, это где мы убили, но... Просто, к слову, о том, насколько неудача может решать в игре. Именно на джагере. Ладно. Я сделал себе одну перчатку. Так как нужно хоть какая-то шмотка перед мамом. Он классочку дал. Спасибо. Чего-то еще хрипов переодил. Вот это холло хорошее здесь. Холло хорошее лучше. А дальше после перчатки я делаю мадность. Момчикам будет очень удобно фармить. Все лесные надо начинать фармить, там, может, шмотки лесные начинают упадать. не люблю такие рандомные моменты когда все могло быть лучше если бы чуть повезло не получилось так и почему я не прям на ёбочку пришли на эту линию не прям цель задушить меня ведь они мест крипов меня вообще бьет ну где враги на ёбочка на ёбочка парни играют не баха точно ябочка играет в какую-то другую игру скорее всего делаю так мачку забираю не башню халяву не забирает раз букре потому что меня крутил ткд открыть подъем маточку куплю творите наверх пожалуй не запушить и уйти в лес обожаю джаггер из того что он так умеет фармить я в топ наш мид наш бтп потому что эмбер нажал ктп ко мне пусть он попармит мою линию а я по фармлю мид потому что мне ровно так же легко делать как и ему но игры вполне верно стоит пойми понимает а ты будет фармить вот не понимает но это его чаще что заебали вы когда уже где не надо бежать в мид ты нажал тп в бот я нажал тп в мид я не бегу в мид я не бегу в мид я не бегу в мид а куда ты бежишь в лес зачем мари я зафармить давайте объясню а просто особенности дота ты жмешь тп мне на защиту у тебя нет тп назад я жму тп сюда и мы меняемся местами ты фармишь это место я фармлю это до того как у меня откатится тп я думал это очевидно но ты идешь фармить спот который я должен все нормально вопросов нет вопросов нет все нормально парнях вопросов нет я задумал что ненормально баллы вот эти то что наши тиммейт пока да блять выходит из игры это правда это реально бесит у меня все но хорош фарм 8 лилан девятый очень круто коронавирус коронавирус так ладно меня почти момчик с момчиком я буду делать сразу же кристаллис в чем не доедалось просто кристаллис и яша почему яшу потому что во первых будущем я буду потенциально иметь возможность иметь сашу яшу про всяких башей или эбисалов или ульта шейкера потом еще это круто считается например сатаника выйти если вдруг я выйду сатани старайтесь время бить крипов у которых у хп чтобы крит не уходил в овердэмэдж здесь доступно объяснил для вас что не вылетает мне уже за ебало на что это за игра блять один левает 2 левает на хуй левнут и все пускай спушит в игру заходить если у вас блять интернет говно ну я самом деле тут поспалил бы больше меня раньше был тренд говно я играл просто потому что мне хотелось играть не тебе решать кому заходить чем поэтому своими этими пусть заходят когда у них интернет нормально не это нормально значит у всех нормальный это конечно хуёво что нам но неприятно играет то что они наклевают но это не повод вообще наговорить типа это тупо но тема плюс-минус меня даже лучше чуть-чуть наш мишку забрать ну не почти 6 ампак спи злая с чистым не знаю кажется выглядит не очень нужно за максить крит домом обязательно обожаю момент все подходит просто и ты убиваешь вкусилки плюс ульты это работает почти всегда так вот мы его сделали дешевле теперь ну типа давно еще вы сделали и дешевле он меньше длится из-за этого вы нажимаете мы убиваете спот и бежите снова на другую линию то есть это так работает мол именно когда те краткосрочный фарм вот я хочу мид пачку забрать да и нажимаем вам 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 убивая пачки все пачки нету то есть в этом суть мама дальше кристалли спешим начиная с когтей бежим фармить нажму крутилку потому что путинка по эффективнее будет фармить чем я с мамом странно что не призвал скрете как своих сейчас решу призвать интересно выхожу на миджи мамом убивая пачка не успел странно что не успел учитывая скорость так я должен успевать не очень приятно фармить мамом особенно вы еще не видели как эншин ты с мамом улетает . да насчет талантов ребят если вы хотите рано закончить берите мс потому что мессик в этом плане очень круто разгоняет вас до 15 левел там за секунду смогли эти но если вы хотите выходить в лейт то атрибуты поэффективнее смотрится лично я вот почти всегда беру атрибуты плюс их обойдите заберет прибыл меня тульты 50 секунд мне гораздо эффективнее кристалли за фармой заметь сначала запушить а потом эти в лес почему так потому что я пойду верхний лес ближе команде сейчас накрутил к это крутилка быстрее пушат линию я может ваши заставить у меня команда 4 тогда пусть мы с ними снимите я нет я пойду в случае они на нас пойдут пока не вас не идут меня смыслом ладова 2 ты пешки развел отлично он один статем магия тоже один загонять туда мы ставите макта такой же такой ранней стадии такой желал как это плохой знак потому что потом он будет быстрее разгоняться чем я продолжать крутилку на подумал что он смысл запармли до того как появится значит критов они показываются как просто криты но именно с этой штуки но при этом они критуются с кристаллица вот я не знаю что это странно я испугался даже варсблоку прокатил так лучше море что-то секера ворвется но это просто ульт геймплей простой бегаешь там отпушил там отпушил к себе эталон на джаггера то поэтому лучше чем эта штука почему потому что она дает скорость таки которая очень сильно бафует ульт эта штука тоже дает немножко скорость атаки учитывает всем атрибутом это слишком мало не знаю что там происходит почему они левают он стоп горит горит у парней линию проиграли горит бедные бедные в этом плане мне нравится очень быстро отпушиваешь линии 500 дофармить его волк один что я оставил это верит это норма приедет полончик нужно реализовать ульт только до ультами нужно в лево прокачать что такое но тут ульта лево прокачать обязательно у нас время молодец красиво сплетит там пиньков переберем полончик можно нажать ну хотя мне мана нужно так сделаю ульт возьму твой парень как быстро спитали впитали сам споты вылетают если вы в топе было драка где нас нападали бы нажал тп но пока мы нападаем это неэффективно в общем я почти кажу dark creed чем крит довольно приятный теперь представьте открыт с ультой интересно оставь ру сейчас кусилку не эффективно из игроков быстрее гораздо фармить через мальчик вам нажал пачку бил вот ровно пачку к мамам длится столько пачка умирает вы же сейчас талон хорошим закираются мощный ему все даже из противники подойдут я убью вода льшка дальше все нашли что нис чем я должен теперь и одни это как бы насрать я тоже могу идти и зачем боится для драки а сам делим пол лучше томить войти мне слишком приятно дамы но я не хочу ульт продаются на него это важно помнить что вы сидор очень круто пушите башни за счет того что может начать давать башню пасвар объем пупсилку нажму припы филиться мы филим ся 5 бобизавр доказала на самом деле нажал бы ему мама ульт я без мамы нравятся все равно там это хватило просто она забрать башню тут скорость таки берем классил приятный это сборка не на фаспуш тут нужно подкачаться на сбор которая плохо работали при фаспуш а всегда нужно купить какие-то шмотки бонусные он дальше на фарм беру я буду на драку брать им пол стал унышки все работает сколько башнях много не смогу забрать зиму жаль что как раньше не работает такая тема что можно на несколько нейтральных шмоток брать да и вообще болты очень круто играть четко для фарма эффективнее астика для драки эффективнее поэтому важно холдить это при себе нам мы не можем пока позже мы можем но лучше не рисковать лучше на фарме данных сульты и сульты пойти просто бить башню для чего так делать когда я противник захочет со мной подраться ну типа туда подбашу я просто установлю понятно что там могут пеньки которые помешают но в этом плане мам очень хороший за моментом секунды их убиваю плюс есть у вас лоха пв замом убиваете чего вот и есть у вас лоха пвультуете у вас лоха пвультует ну практически всегда ау больно почему не не манты и уже объяснил хорошая рона вот сашляша делаю и бессал так как вам не хватает контроля уже какой стадии там будут госты появляться юлы и бессон на плане хорош наносил включен на всех случаях да кстати тема такая играем с маму вы даже знать что при нажатом омени захватывается ванпост почему-то не знаю почему бак механики какой-то встреч побил его в лицо немного готова пост пытался захотеть правильно со сайленс веселый дэмэдж веселый молочный почему назад чего бояться я не клоуна на самом деле это реально смешно выглядят то что они делают угарно надо мне не нужна штука талон побольше сдает на фарм эти талон же не так как паром я могу на штыки носить об этом забыл совсем логично насколько я знаю супер фри грамм насколько приятно играть на джагерем бегаешь просто защищаешь с потом ульт появился нашел нажал есть конечно минусы до виде отсутствия стана виде плохой игры если это плохая линия у союзника плохая линия тем тяжело будет камбекать с точки зрения типа убийства и спортивники жирные ты за ульту и будешь трудом убивать но если у тебя линия плюс-минус нормально хотя так и должно быть то ну с нее ты выходишь просто и там можно ульту почти любого героя убить мкб против марта я в этой гречи подумаю но в целом я не люблю джагера постовая она прикольно против после башера будет молодец успел время прийти причаткой что не из ничего не покупается наберется просто для статок что быстрее фармить хотел чтобы я оставил ему вот такие фастом кб на эмбер это полное честно скажу это плохо работает у него хп сколько 1000 1500 таким как бы особо не побычишь как дальше башна белая ну или быть точно написал его закрутить заточковать странно сыграл он слишком поздно там нажал не знаю крутить пока не хочу у него нет блика поэтому важно ты даже бить его с руки ведь куда мы открываем там не нужно было пытаться крутить его он вопрос обкусил ктп нажать а если бы он нажал тп под драку под ударами моими он был умер секунду я башер будет поинтереснее охеренная скорость таки собраться закончить я на самом не уверен там джаггер там антимаг который будет мешать нам флип скипать поэтому я могу просто убивать героев соло идти пушить это вполне нормальная практика я хочу на самом деле льтануть и подраться я могу х**ть под момбчик как он давайте ребят под момбчик блин жаль что я пролетел сами дельта демат не в полной мере как обычно наносится вы сами видели mom плюс ульт но мульт кристаллиц у меня только ну яшко насколько это огромный дематч мы отжор конечно лицовый скажу под номбчиком только что дрался был ухп но уже фуловый но это пульта умрет из-за глифа ну ладно че страшно кстати неплохо делают чел на антимаги пытается сплетить не верю что мы этого хватит правда ну молодец хорошая попытка ты говоришь другим другом отправлю пока ульты нет слишком не бы чем без ульты джаггер не самый сильный герой да он из ульты не самый сильный герой но без ульты он прям очень может обосраться умереть он без ультой без ульты нормально с химди бэйном в команде кто держит нужно всегда был кто держит такой герой нет он должен снимать 25 минут только между хэлэвл огромный душит перри фарма не работает ли кто-то не знал полноценные крипы страны то есть так и немножко это сигнале что нам не слышь когда да что не так сектора продать как ты снесешь если блять крипов убил но можно сейчас этой пачке зайти как погнали мне красный слэш откатиться безумие слышали почистка выбирает нужно знать блять почему он не связал там блинка не отношений если зал быкс от этого чела ему бурка почему я так не боюсь нажимаем он в драке потому что огромный лайфстил идет я не боюсь умереть так как у меня и армора миллион и лайфстил огромный мой герой очень сильный натилен варду сам можно заметить насколько легко кушать главного грамота контролить то есть что он стоял сзади у меня мана не хватает конечно нам плюс уль но если будет возможность обязательно покажу хочется побольше героев нажать там супер огромный дамаж будет просто не пробить такого джаггера идет статами давит на тэшке на силу 2600 т.п. т.п. антимаг пытается конечно сплитит но немного так не работает хочется как-то найти нажать сейчас ульт у них показать вам дэмэдж но это слишком слабо оттель неприятно у меня типа броня и могу подначить башню моим линвардом если надо бы поставлю но я бессилл уже едет целом мне конечно очень интересно было тебя послушать другая мантимаг думающий что ты можешь пить меня по т3 только легко драться просто гонимчик это было так будет видно записывать неудачно вот ребята здесь вам зашла эта игра просто хороший красивый геймплейн джиггернаут о том как побеждать супер легко просто бегаешь пармишь кристалли сам берешь бушерочек яшку и заканчивает если вы то просто пишите в комменты обязательно отвечу все в течение следующих трех дней пишите подальше